добрый день дорогие друзья я приветствую вас из солнечной испании но сегодня я вам хочу рассказать о своем опыте работы в финляндии начнем с главного во первых хочу заметить что если вы хотите хорошо жить то в семье должны работать оба на одну зарплату прожить тяжело потому что в финляндии нет семейного налогообложения каждый платит со своего дохода кроме всего прочего уже на никаких нет бенефитов если она сидит дома и не работает не зарабатывать себе пенсию это тоже нужно понимать хочешь пенсию иди работай когда у женщины собственные деньги это очень уравновешивает отношения в семье сейчас женщина может хорошо зарабатывать ничуть не хуже чем мужчины и поэтому отношения в семье складываются намного лучше когда нет никакой зависимости поэтому все идем на работу да в финляндии платят пособие но поверьте мне на пособие вам хватит на все но вы будете чувствовать себя чужими на этом празднике жизни если вы зайдете в кафе то кофе и пирожные за 10 евро будет казаться дороговатым а на самом деле дело не в ценах дело в доходах поэтому если вы оба работаете если вы получаете даже среднюю зарплату которые сейчас финляндии по моему три с половиной тысячи вот три с половиной три с половиной минус налоги около 25 процентов 23 25 процентов вам хватит на хорошую жизнь так что устраиваемся на работу вы спросите как устроиться на работу если вы айтишник вам достаточно английского некоторые международные фирмы где рабочий язык английский тоже туда можно устроиться с английским языком но в основном все хотят чтобы вы владели финским это важно предположим у вас финский на достаточном уровне как устроиться на работу я вижу три варианта если вы уникальный специалист вы можете подать заявление напрямую в офис идеальный вариант если вас кто-то рекомендует третий вариант пройти какие-то курсы где есть практика и через практику тоже вполне реально устроиться на фирму ну и конечно есть вариант если вы чувствуете в себе предпринимательские таланты вы можете открыть свою фирму фирма открывается легко и если вы чувствуете в себе силы то почему бы нет замечательный вариант это тоже есть объявление в бюро по трудоустройству но обычно из хороших фирм хорошие вакансии туда не попадают хорошие вакансии обычно расходятся по рекомендациям например когда у нас на фирме а я работала в очень большой в очень известной фирме у которой офисы в 183 странах головной офис в швейцарии и вот когда в наш финский офис нужны были люди то по внутренней почте электронной делали рассылку что есть вакансии вот там то там то если у кого-то есть подходящая кандидатура рекомендуйте и таким образом в хороших фирмах заполняются вакансии однажды я пришла на работу в фирму тоже известная фирма но финского масштаба семейная фирма то есть принадлежащие семье и довольно хорошие у нее репутация я устроилась туда по объявлению когда я пришла на фирму то оказалось что там есть русский отдел в котором сидела 10 змей и два таракана то есть там сидела десяток русских нерусских снг дам которые ни одна из которых не рекомендовала никого и поэтому фирма брала человек со стороны конечно это был полный гадюшник и через год я оттуда убежал сверкая пятками я перешла на работу в очень большую глобальную фирму я пришла туда по рекомендации на работу меня принимал лично генеральный директор офиса и я им сказал что я перехожу меняю фирму потому что я хочу работать в хорошей атмосфере директор сказал уж то что а хорошую атмосферу я тебе гарантирую и действительно там была замечательная атмосфера до тех пор пока был этот директор директор был царь и бог у него было в фирме 4 отдела где были начальники отделов начальники отделов имели совещательный голос а все решение принимал директор как он сказал так и будет и никто не мог оспаривать его решение в фирме все общаются на ты там хочешь зайти к директору у него всегда дверь открыта он сидит за стеклянной стеной и говоришь ну что привет маркус у меня к тебе дело и он всегда скажет заходи в чем дело слушаю все коллеги тоже обращаются конечно на ты и там была такая домашняя обстановка что иногда мне звонили и спрашивали привет а ты где я говорю и я дома ой не дома я в офисе то есть у нас там была такая расслабленная обстановка что ходили мы там тоже никакого дресс-кода иногда когда гости из европы приезжали то директор просил слушайте завтра у меня здесь приезжаю со всей европы директора пожалуйста приоденьтесь чуть-чуть снимите там треники и когда нам понадобился тоже работник в наш отдел директор сказал рекомендуйте сказал у меня у нас нет никого но потом наконец нашелся один добрый финн и сказал слушайте я вот был на празднике и там была такая евгения очень хорошая девочка пускай давай веди к нам пришла евгения мы ее тут же схватили она переселенка ингер маланка из казахстана поэтому у нее было подпольной кличке кличка казашка хотя она совершенная блондинка похожие на финку и и она стала с нами работать и с ней мы проработали долгие-долгие годы евгешечка приветик и с тех пор когда мы хотели пошутить мы говорили вот женьку приняли потому что она с томми на празднике плясала в этом офисе была абсолютно такая душевая обстановка и я с удовольствием ездила на работу а потом у меня появилась собачка и я стала ездить с юриком на работу причем моя собачка так любил есть на работу когда я говорю поедем на работу она с такой радостью бежала дверь к двери у нее была радость даже больше чем у хозяйки и мы приезжали с ней на работу мой отдел находился на третьем этаже у нас в офисе было три этажа директор сидел на втором этаже а у нас третий и не все видели что у меня собака в офисе и там собачка с утра делала обход всего этажа все там у нее за ушками чесали наверняка там и подкарывали в общем собака с большим удовольствием ездила на работу а когда у нас там был обеденный перерыв я собаки приходила в столовку и пока там у нас обедали коллеги я им показывала с собакой всякие фокусы и мы смеялись что у нас здесь как на круизном лайнере когда люди там ужинают и у них тоже какие-то развлечения в общем все было замечательно но и хотя официально разрешение приводить собак не было ну иногда там что-то появлялись с собаками так как я практически каждый день у меня была собака такого еще не было но я знала что это только всего лишь момент когда в офис увидев мою прознав про мою собаку начну приводить и своих волкодавов и да не про не минулые годы когда там одна юная барышня стал приводить своего совершенно невоспитанного волкодава ну не волкодава а овчарку молодую овчарка была совершенно невоспитанная и глупая и вот однажды директор с толпой директоров и из европы идут совещательную комнату и вдруг оттуда с шумом возвращается оказалось что в этой совещательной кофе в комнате навалена куча свежайшего еще дымящегося собачьего дерьма но это куча была больше чем моя собака поэтому подозрений на мою собаку не было но однако пришлось запрет сделать для всех собак расслали сообщение что с этого момента извините собак больше в офис приводить нельзя ну в принципе этого следовало ожидать из интересных моментов я работала в основном с японцами и вот однажды японцы приехали на совещание и меня тоже пригласили и японцы подарили подарочек вот такая пакетик и там косыночка когда был перерыв совещание я пошла и думаю сейчас я повяжу косынку и всем будет приятно шейный косыночка открыла до шейный платок надела он такой жесткий такой грубый что шею мне сразу натирует думаю вот же такая богатая фирма не могли уж шелковый платочек подарить не стала надевать платок вечерами прихожусь с этим платком домой и дочери говорю она у меня японолюб я говорю смотри мне чё японцы подарили шейный платок она мне говорит мама это не шейный платок и это платочек который японцы завязывают какие-то например подарки там хорошо завернуть две бутылки и вот так не связывают какие-то вещи и и отправляются в гости представляю как бы было японцам весело и если бы я пришла с этим платком на шее ну что дорогие друзья на этом я с вами прощаюсь благодарю за внимание и до новых встреч субтитры Продолжение следует... Продолжение следует...